Добрый день! Сейчас я вам расскажу, как сделать пакет Tracer 1783. Загружаем, как обычно, сам пакет Tracer из Netacad, открываем его в пакет Tracer, ждем его открытия. Здесь нам необходимо залогиниться в Netacad, если у вас появляется окно входа, если нет, открываете User Profile, вводите свое имя, фамилию, свой email, ну и, например, группу дополнительной информации. Нажимаем ok, подтверждаем перезапуск нашего задания. Все, задание перезапустилось, давайте приступать к его выполнению. Здесь у нас troubleshooting, то есть нам нужно найти неисправности в этой вот сети, которая у нас уже есть, и решить их исправить. Вот у нас есть полная таблица со всеми IP-адресами, которые должны быть на всех устройствах, ну и также дополнительной информации. Давайте начнем с самого сложного, с маршрутизатора. Открываем маршрутизатор, вводим пароль для доступа в консоли, копируем его, вставляем, один раз paste, enter. Все, вводим enable, снова копируем пароль, только уже другой, они разные, они на одну букву отличаются. Тоже вставляем пароль, клавишей paste, enter. И все, давайте посмотрим running config, show run и листаем его. Я сразу до конца долистаю и посмотрим, что у нас настроено правильно, а что нет. Итак, во-первых, все интерфейсы, давайте проверим. Здесь у нас 172.16.1.62, все правильно, слож 26 маска правильная, потом IPv6 у нас получается правильный, да. И здесь тоже все правильно. Дальше, следующий интерфейс, G01. Здесь у нас уже сразу видно неправильный IP-адрес, он должен быть 172.16, а он 192.168. При этом маска под сети правильная и все остальное правильное. Давайте это исправим. Я скопирую вот так вот, копим, захожу в config.terminal, вставляю это и исправляю IP-адрес на 172.16. Вот таким вот образом. Ввожу и все. Первую проблему мы уже нашли и исправили. Давайте смотреть дальше config. Здесь у нас line vti.04, все правильно, но транспорт input должен быть ssh, потому что здесь написано, что должен быть у нас пользователь для доступа по SSH, ну и собственно должен быть настроен доступ по SSH. Поэтому сейчас мы это тоже исправим. Так, открываем line vti.04, копим, пейст, не скопировал я, я сбросил пароль. Исправляем снова, ой, не пароль, а IP-адрес. Так, исправляем IP-адрес. Давайте вручную. Line vti.04. Заходим в линии vti и здесь мы собственно что делаем? Мы говорим transport input ssh. Вот, как это мы всегда делали до этого. Ну и теперь давайте выйдем из линии и создадим нового пользователя. Так, user admin1. Не скопировал. Так, admin1. Копируем, вставляем. Пользователь admin1 с зашифрованным паролем, то есть пишем secret и вставляем пароль. Admin pass. Enter и все, нового пользователя мы создали. Если вы хотите проверить правильность выполнения, ладно, это в конце покажу. Давайте дальше проверять. R1 мы исправили. Смотрим следующее. Допустим, S2. S1 у нас правильный, но можете там тоже все проверить. Так, S2 открываем. Опять-таки вводим пароль, он везде одинаковый. Ну как, два одинаковых пароля везде. Так, paste. Enable. Снова пароль. Paste. И приступаем к проверке. Show run. Так, смотрим runningconfig. У нас здесь очень много линий, но нас интересует vlan1. IP-адрес у нас получается правильный, но у нас неправильный MAC-адрес. Смотрите. Slash 26 это 196 в конце. Нам нужно заменить MAC-адрес этого устройства, как это было на R1. R1 у меня закрылся. Если мы откроем R1, то там тот же Slash 26, и это у нас получается... Где он у нас здесь настроен? 192. Вот 192 нам и нужно. Копируем его. Снова переходим в S2. Зря, наверное, скопировал, да? Угу. Хорошо, тогда копируем вот это вот. Заходим в conf-t. Вставляем. Угу. А теперь отсюда не скопировалось. Отлично. Еще раз копируем. VLAN1. Копием. Paste. И здесь заменяем на 192. Так. Да ведь? Да. 192 должен быть MAC-адрес. Ну, заканчиваться на 192. Вводим. И проблему с S2 мы тоже исправили. Чтобы следить за планом выполнения, мы можем смотреть вот сюда. Видим, у нас уже 72% выполнено. Дальше заходим в компьютер IT. IP-конфигурация. И проверяем здесь все IP-адреса. Так. У нас получается IT. 1.1. IP-адрес неправильный. 172 должен быть. Опять-таки. 172.16.1.1. Маска под сети у нас правильная. Default.GTW у нас правильный. Нет. Default.GTW тоже неправильный. Тоже 172 должен быть. Так. 172.16.0.1. Да ведь? IT. 172.16.1.62. Вот. 1.62. 1.62. Все. Теперь IPv6. Давайте проверим. IPv6. Вроде правильный. Да. 164. Link. Local. Правильный. Все. Тогда мы что дальше делаем? IT мы настроили. Опять же закрываем. Как видим у нас уже 90% выполнено. И теперь переходим в R&D. Компьютер. Опять же IP-конфигурация. И проверяем IP-адреса. Здесь у нас IP-адреса правильные. Да ведь? Да. IP-адреса тут правильные. IPv6 адреса. У нас здесь должен быть... Ага. У нас здесь не хватает одной двойки. Вот так вот. 164. И link local. Все остальное правильно. Закрываем. Неправильно мы ввели. Давайте еще раз. Лучше скопировать отсюда напрямую. Так. Скопировать. Ставить. Slash 64. Закрываем. Все. И как видим у нас completion 100%. Можно посмотреть check results. Чтобы увидеть, что мы все исправили. Как должно быть. Ну и на этом все. Весь troubleshooting мы закончили. Ну и до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok